На первый взгляд кажется непонятным, почему организаторы спасения России, главнокомандующие Алексеев и Лавр Корнилов, повели горсть офицеров и юнкеров, 5000 человек, жалкой артиллерии, почти без снарядов и патронов на юг к Екатеринодару, самую гущу большевизма, охватившего полукольцом столицу кубанских казаков. Строго стратегического плана здесь усмотреть нельзя. Доброводческая армия была выпихнута из Ростова, которая защищать не могла. Кубанские степи ее гнала буря революции, но был план политический, оправдавшийся двумя месяцами позднее. Богатое казачество неминуемо должно было подняться против иногородних, то есть всего пришлого населения, живущего арендой казачьих земель и не владеющего никакими правами и привилегиями. На Кубани на 1 миллион 400 тысяч казачества приходилось иногородних 1 миллион 600 тысяч. Иногородние неминуемо должны были стремиться к захвату земли и власти. Казачество неминуемо с оружием восстать за охрану своих привилегий. Иногородними руководили большевики. Казачество вначале не хотело над собой никакой руки. Чего было лучше, сидеть помещиками по станицам? Но когда в феврале авантюрист родом казак Голубов с 27 казаками ворвался в Новочеркасске на заседании походного штаба атамана Назарова и, потрясая наганом, под щелканье винтовочных замков закричал «Встать, мерзавцы!» Советский атаман Голубов пришел принять власть. И на самом деле на следующий день в роще за городом расстрелял атамана Назарова вместе со штабом с тем, чтобы самому взять атаманскую булаву. Расстрелял еще около двух тысяч казачьих офицеров, кинулся в степи, схватил там метрофана Багаевского, стал возить его по митингам, агитируя за вольный дон и за свое атаманство и, наконец, сам был убит на митинге в станице Заплавской. Словом, в феврале казачество осталось без головы. А тут еще с севера наседал нетерпеливый, голодный, взъерошенный великороссий. Стать головой казачества, сев Екатеринодаре, мобилизовать регулярные казачьи войска, отрезать от большевистской России Кавказ, Гроздинскую и Бакинскую нефть, подтвердить свою верность союзников – вот каков был на первое время план командования добровольческой армии, отправлявшийся в так названный впоследствии ледяной поход.